В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Уже в скором времени заметно улучшится трафик на некоторых дорогах Ленинского округа. Глава Ленинского района проработал вопрос с правительством, чтобы конкретно на эти объекты было выделено целевое финансирование. С приходом декабря в Московской области запущена программа «Зима в Подмосковье». Мы хотим, чтобы это был такой большой праздник с 10 утра. Подарки для многодетных мам от салона красоты. Очень горжусь своими детьми. Мне очень нравится, как они рисуют. В ближайшем будущем начнется ремонт некоторых участков автомобильных дорог в Ленинском городском округе. Речь идет о дороге Калиновка, Сопронова, Ермолина, а также двух кольцевых развязках. На пересечении Школьной и Советской и проспекта Ленинского комсомола и улиц Советской и Березовой. Это и стало главной темой на заседании районного совета депутатов. Детали у Максима Козлова. Поздний вечер вторника, но депутаты Ленинского района не спешат по домам. Слишком важный вопрос стоит сегодня на повестке дня. Передача ряда дорожных объектов из муниципальной собственности в собственность Московской области. Все они хорошо известны автолюбителям, к сожалению, не с самой приятной стороны. Это дорога Калиновка-Ермолина-Сопронова, это выезд с Березовой на Круг ПЛК, и это пересечение Советской и Школьной, в том числе Круг. Значит, эти объекты мы передали в собственность Московской области на баланс, и они будут проводить ремонт, капитальный ремонт этих дорог. В середине дня кольцевая развязка на пересечении проспекта Ленинского Комсомола и улиц Советской и Березовой не является для автолюбителей особой проблемой. Но в часы пик вокруг нее во всех направлениях выстраиваются огромные пробки. Та же история на развязке улиц Советской и Школьной. И ни регулировка режима светофора, ни другие способы разгрузить движение результатов не приносят. Чтобы добраться до выезда из города, людям приходится тратить уйму времени. И над вопросом реконструкции этих развязок работа шла давно. В частности, за счет бюджета муниципалитета сделан проект реконструкции этих дорожных участков. Были пройдены все экспертизы. По сути, осталось только начать ремонт. Еще один проблемный участок – дорога Калиновка-Сапронова-Ермолина. Водители давно сетуют на то, что ширина асфальтового полотна едва позволяет разъехаться двум транспортным средствам. Естественно, что на безопасность дорожного движения это влияет не лучшим образом. И над этой проблемой также велась работа. Она одна из самых опасных. Мы уже давно об этом говорим. Мы два года назад Советом депутатов города Калининских заложили деньги на проектирование этой дороги. Валерий Николаевич Венцель поддержал эту тему и тоже озвучил как один из важных вопросов. И губернатор обещал проработать вопрос ремонта данной дороги. Благодаря тому, что эти участки дорог были переданы в собственность Московской области, в скором времени начнется их глобальная реконструкция. Необходимость процедуры передачи этих дорожных объектов в областное подчинение обусловлена тем, что по закону осуществлять их ремонт может только балансодержатель. Глава Ленинского района проработал вопрос с правительством, чтобы конкретно на эти объекты было выделено целевое финансирование именно в этом году, чтобы мы уже могли спокойно провести все процедуры и область уже могла приступить к работам. Минувший вторник на заседании областного правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал предложение главы муниципалитета Валерия Венцеля по проведению ряда мероприятий, направленных на разгрузку автомобильных дорог округа. Таким образом, проблема пробок будет решена более чем для 55 тысяч жителей городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Зима в Подмосковье – это множество интересных мероприятий, которые пройдут в разных уголках региона. Одно из самых значимых запланировано на 7 декабря в Дмитрове – «Спорт, снег, смех». Так его назвали организаторы. Комитет по туризму Московской области провел пресс-конференцию, посвященную проекту комитета «Зима в Подмосковье» и в частности проведению массового семейного праздника «Спорт, снег, смех». Мероприятие, по словам организаторов, пройдет на двух площадках в Дмитрове – на центральной площади города и на территории Центра активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Мы хотим, чтобы это был такой большой праздник. С 10 утра люди смогут кунуться в атмосферу праздника. Там будут вместе с радиостанцией «Энерджи» будут делать очень хорошие музыкальные программы. Будут приготовлены склоны, которые можно будет покататься. На центральной площади Дмитрова гостей праздника будут ждать уличные инсталляции и арт-объекты, интерактивные развлечения, парк ледяных скульптур и огромная горка. С помощью медиамоста к участникам спортивного события подключится вторая площадка – Центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», где намечен массовый лыжный спуск. Только что в Ленинском округе завершилась благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». Один из салонов красоты нашего города также принял участие в этом мероприятии, предоставив в качестве подарка свои услуги мамам победители конкурса детских рисунков. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Сообщество многодетных семей Ленинского округа провело конкурс на лучший рисунок. Мальчики и девочки изобразили своих мам, какими они их видят. Лучшие работы были удостоены подарков от салона красоты опера, который неоднократно принимает участие в благотворительных акциях муниципалитета. Первое и второе место детишки, которые выиграли, мамы пришли к нам на бесплатные услуги. Первое место – это было сложное окрашивание, второе место – маникюр с покрытием гейлака и третье место – архитектура бровей. Детишки все получили сладкие подарки. У многодетных матерей не всегда есть время и возможность на посещение салонов красоты. А в этот раз совпало многое. Участие в конкурсе стало организацией детского досуга, а косметические услуги – приятным бонусом и возможностью пообщаться мамам между собой. Я очень горжусь своими детьми. Мне очень нравится, как они рисуют. И всегда очень радуюсь, во-первых, идеям этих рисунков, потому что они всегда необычные. Тут мне моя дочь нарисовала 10 детей у меня в кармашке сидят. У нас только 6 пока. Дети подошли к конкурсу с большим интересом. У некоторых получились не только рисунки. Настя Федорова написала своей маме стихотворение. Мне просто нравится то, что у меня есть мама. У других детей, может, и нет такого, но у меня есть мама. Мама, дорогая, я тебя люблю, тебе, родная, песенку спою. Мне с тобой не страшно, ты всегда со мной. Ты со мной рядом летом и зимой. Хотел сам нарисовать, но не смог, потому что было сложно нос нарисовать. Мне мама чуть-чуть помогла. Сообщество многодетных семей уже давно принимает активное участие в общественной жизни нашего муниципалитета. Наша организация, она некоммерческая. Мы очень сильно друг друга поддерживаем и постоянно участвуем в каких-то акциях нашего города. Являемся волонтёрами этой недели щедрости вместе с обществом инвалидов, с приютом Тихвинским и другими сообществами. А салон красоты уже анонсировал проведение нового конкурса рисунков на свободную тему. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Открывшийся два года назад в Булатниковском сельском поселении детский сад «Жар-птица» за это недолгое время успел стать настоящим домом для сотен местных мальчишек и девчонок. Здесь всегда радостно и весело. И редкие праздники обходятся без концертов и выступлений. «Что ты спрятала в ладони? Стали спрашивать меня. Я ладонь дрожала, счастье держала». Трогательные стихи, лирические песни, танцевальные номера. Юные артисты очень волнуются и очень стараются. И пусть их движения неловкие, а голоса иногда дрожат, некоторые на сцене впервые. Но неподдельная детская любовь и искренность никого не оставляют равнодушными. В зрительном зале, конечно же, мамы. Они не только поддержат аплодисментами, но и с радостью поучаствуют в выступлениях. В этом детском саду родители вообще очень активны. Многие из них со своими малышами делают поделки. На стендах можно увидеть совместные работы, которые, между прочим, неоднократно были отмечены на различных конкурсах. Двое из пяти детей Лилии Синьковой ходят в «Жар-птицу». А вопрос о том, куда в скором времени отдать младшего сына, даже не возникает. Ведь здесь, по мнению многодетной мамы, раскрытию творческих талантов уделяется большое внимание. Обязательно признание талантов своих детей. Даже если он просто скажет два слова, мамочка, поздравляю. Самое важное – прийти, присутствовать и оценить его талант. Ни одного концерта не пропускали? Нет, никогда. Да, даже когда я работала, всегда отпрашивалась. Кстати, среди воспитанников детского сада немало ребят из многодетных семей. Таких семей у нас около 17. Они участвуют у нас в различных конкурсах, поделках, в спектаклях. Все дети с удовольствием занимаются кружковой деятельностью. И результат их работы виден тогда, когда мы объявляем тот или иной конкурс. И практически из 280 детей 120 детей всегда участвуют в этих конкурсах. И уже сейчас в Жарптице активно готовятся к встрече грядущего Нового года. Праздничный концерт обещает стать настоящим сюрпризом. Информация для налогоплательщиков. Внесены важные изменения в федеральный закон о бухгалтерском учете. С 1 января 2020 года отменена обязанность предоставлять отчетность в Росстат. А вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа. Перечень операторов электронного документа оборота размещена на информационном стенде инспекции. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok